Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что больше всего волнует велосипедистов, переопорудующих свой байк в электровелосипед, а именно о возможных неисправностях и поломках, которые им грозят. Ни для кого не секрет, нет таких механизмов, которые бы вообще не ломались. Суть в том, чтобы это происходило крайне редко и можно более длительного периода беспроблемной эксплуатации. Недаром в развитых странах с высоким средним уровнем доходов не принято эксплуатировать автомобили старше 5 лет. Всем хорошо известно, в них в любом случае начинаются проблемы. Механизмы имеют свойство изнашиваться. Электровелосипеды – это тот же транспорт, просто немного другой конструкции. Итак, что же подстерегает нас в электровелосипедах? Первое. Самая частая причина поломок, самая банальная – невыполнение элементарного и логичного требования по зарядке аккумулятора. Сначала нужно включить зарядное устройство в аккумулятор и только потом в бытовую сеть. Это нужно помнить как дважды два. Те, кто умудряются сделать наоборот, получают мощную искру, оплавленный контакт и вышедшую из строя плату БМС на аккумуляторе. В результате довольно длительный и дорогостоящий ремонт аккумулятора. Второе. Плохо закрепленное в дропаутах мотор-колесо. Есть такая тонкость при монтаже мотор-колеса, которую зачастую не считают нужным показывать и озвучивать веломастера. Суть в том, что зачастую дропауты имеют не очень ровную поверхность, либо не совсем правильную прямоугольную прорезь. В результате чего ось мотор-колеса не полностью садится на свое место, либо болтается в дропаутах. И то, и другое плохо скажется на долговечности велосипеда и требует устранения. Неровную поверхность дропаутов можно легко выровнять напильничком, главное не переусердствовать. Очень четко, точно и легонечко. Ось должна четко входить в дропаут. И второе. Очень желательно закрепить ось мотор-колеса вне зависимости от его мощности усилителем дропаутов. Поверьте, стоимость усилителя несоразмерима со стоимостью ремонта выдернутых из мотора проводов и перепайки датчиков холла, в данном случае СС-49, которые практически всегда приходится заменять при восстановлении порыва. Третье. Наконец-то то, чего ждали все, кто смотрит это видео. Услышать, как быстро изнашиваются пластиковые шестеренки в редукторных моторах и как часто их приходится менять. И сколько стоит замена шестеренок в моторе. Обо всем по порядку. Шестеренки меняют крайне редко. На нашем веку к нам обратился за заменой таких шестеренок один клиент, приобревший электровелосипед примерно 6-7 лет назад. Те запасные шестеренки, что лежат в мастерской, просто подстраховочный вариант для тех, кто волнуется, где их взять. Не переживайте, они есть в наличии, стоят примерно 160 гривен одна штучка, но понадобятся крайне нескоро. Поэтому те, кто обрекает себя на тяжелый и ненакатистый прямоприводный мотор только потому, чтобы обезопасить себя от замены шестеренок, делают это совершенно напрасно. На легеньком и накатистом редукторном моторчике ехать куда как приятнее. Четвертое. Многие волнуются, что электрооборудование на электровелосипеде не выдержит эксплуатацию в дождливую погоду. Напрасно. Все нормально, кратковременное намачивание абсолютно безболезненно переносится мотором и всеми наружными пультами и кнопками. Но купать велосипед в речке и море все равно не нужно. Для него это не будет полезно. Пятое. Еще вопрос. Насколько долго будет служить аккумулятор? Он ломается? Сразу оговоримся. У всех аккумуляторов происходит так называемое закономерное старение. Незначительно в пределах до 5 процентов за год уменьшается номинальная емкость. Это не критично, но неизбежно. И тем не менее, дальнейшая энергоемкость, долговечность и возможность работы при низких температурах зависит от типа установленных элементов и бренда производителя. Сейчас последним трендом среди аккумуляторов стали АКБ американского бренда Boston Swing, изготавливаемого в Китае. Они стали самыми продаваемыми потому что обещают работу на 3000 циклов вместо 1000 у всех остальных брендов, таких как Panasonic, LG, Samsung и прочее. И рекордно низкую цену. Как часто они выходят из строя? Поломки бывают. Их слабое место то, что они изготавливаются в термоусадочной пленке. И некоторые велосипедисты умудряются их так ударить, что пробивают элемент и выходит из строя вся батарея. Это влечет замену отдельных элементов и тестирование платы БМС на работоспособность. Шестое. Наименее ранимый элемент это ручка газа. Хотя крайне редко, но бывают ситуации, когда в ней необходимо заменить те же датчики холла, каждый из которых стоит до 50 гривен. Больше там ломаться просто нечему. Итак, если соблюдать инструкцию по эксплуатации, правильно и вовремя заряжать аккумулятор, тщательно и серьезно подойти к монтажу мотор-колеса, аккуратно эксплуатировать свой e-bike, не допуская травмирования аккумуляторной батареи, не допускать длительного намокания электрооборудования, заботиться о долговечности трансмиссии, не давая ей резких экстремальных нагрузок. Для этого мы рекомендуем несколько метров разгоняться на педалях и потом подключать работу мотора. Правильно хранить аккумулятор. Он любит быть заряженным. Вы обеспечите себе беспроблемное и длительное пользование электровелосипеда, который станет вам настоящим другом и верным помощником.